Зло, которое наносит большой вред экономическому благополучию общества и не теряет своей актуальности еще с древних времен. Коррупция проявляется в различных формах, а последствия ее всегда тяжелые. Россия в коррупционном антирейтинге находится на шестом месте. Борьба с ненасытными преступниками в стране ведется непрерывно. Исполнение законодательства о противодействии коррупции на постоянном контроле и в прокуратуре Ингушетия. Так, в республике за 2020 год выявлено 1500 таких нарушений. Они относятся к нарушениям законодательства государственной и муниципальной службы и противодействия коррупции. По результатам проведенных проверок органами прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 438 должностных лиц. Из них 343 замещающие должности на государственной и муниципальной службе. Всего за прошлый год установлено 397 таких фактов. В целях устранения выявленных нарушений внесено 244 представления, 248 протестов. В суды республики направлено 37 исковых заявлений, в том числе о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, на общую сумму 58 млн 511 тысяч рублей. К административной ответственности было привлечено 43 должностных и юридических лица. Уже по рассмотренным судами делам об административных правонарушениях к административной ответственности привлечено все 43 лица. И судами наложены штрафы на общую сумму 540 тысяч рублей. Большая часть из них уже добровольно оплачена. Основное количество выявленных прокурорами нарушений связано с представлением служащими неполных и недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В 2020 году правоохранительными органами выявлено 55 преступлений коррупционной направленности. В основном это мошенничество и взяточничество. То есть это те преступления, которые совершаются должностными лицами с использованием своего служебного положения. Большей частью они связаны с хищением денежных средств, безусловно бюджетных денежных средств, которые выделялись в рамках государственных муниципальных контрактов. Кроме того, в прошедшем году было задокументировано 13 фактов взяточничества непосредственно. Из них было зафиксировано 2 факта получения должностными лицами взяток и 11 фактов дачи взятки. Так вот, получателями взяток у нас являлись сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время уголовные дела в отношении них находятся в производстве. Кроме того, результаты прокурорских проверок послужили основанием для направления в следственные органы 10 материалов для решения вопросов об уголовном преследовании должностных лиц, причастных к актам коррупции. 5 уголовных дел уже возбуждено. Следственное управление по республике Ингушетии совместно с органами МВД, управлением ФСБ и контролирующими органами в 2020-м особое внимание уделили расследованию уголовных дел коррупционной направленности. За год к ним поступило 56 сообщений по фактам коррупции. А еще в 2019-м их было 97. Возбуждено 40 уголовных дел по различным статьям. В аналогичном периоде прошлого года, по преступлениям данной категории, было возбуждено 31 уголовное дело. То есть, мы видим, что на фоне снижения уровня поступившего сообщений, есть существенный рост числа возбужденных уголовного дела. То есть, число возбужденных уголовных дел в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросло на 62,5%. В 2020-м в производстве у следователей находились 64 уголовных дела, возбужденных по коррупционным преступлениям. В суд направлено 29, 10 из них по фактам дачи взяток, 2 по факту получения. Преступление совершено лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих организациях и недолжностными лицами. Надо отметить, что из числа этих уголовных дел, одно уголовное дело возбуждено в отношении одного лица, являющегося выборным должностным лицом органа местного самоуправления. Два уголовного дела по фактам получения взяток, они возбуждены в отношении сотрудников органов, правоохранительных органов по фактам мошенничества с использованием своих служебных положений. В 2020-м году были изъяты 8 гектаров, более 8 гектаров земель, и переданы муниципальную собственность, это земли, кадастровой стоимостью более 80 миллионов рублей. Также было изъято из обращения 77 земельных участков, тоже общая кадастровая стоимостью более 80 миллионов, тоже были переданы муниципальную собственность. Особое внимание органы прокуратуры Ингушетии в 2020-м уделяли вопросу контроля за соответствием лиц, замещающих государственные муниципальные должности и их доходом. К примеру, это случаи, когда должностные лица приобретали какое-либо дорогостоящее имущество. Сотрудники контролировали, соответствуют ли расходы указанного человека, его членов семьи за три предшествующих периода непосредственному факту приобретения его доходом. В 2019 году, так и в 2020 году результаты такой деятельности послужили основанием для обращения прокурора республики в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации об обращении в доход Российской Федерации имущества стоимостью свыше 26 миллионов рублей, которое было приобретено должностным лицом на доходы, которые фактически им в ходе прокурорской проверки не были подтверждены. Сейчас, в настоящее время, данное гражданское дело находится в производстве суда. Как и прежде, самым распространенным видом коррупционных преступлений в регионе остается взяточничество. Задачу и получение взятки Уголовный кодекс страны предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет. Органы прокуратуры настоятельно призывают граждан не бояться и сообщать о фактах коррупции. В случае, если вы столкнулись с какими-то фактами коррупционных проявлений, вы вправе, и я вам прям настоятельно рекомендую обращаться в том числе и в органы прокуратуры по телефонам 55 04 28 и 55 04 29. Поверьте, каждое ваше обращение будет рассмотрено, по нему будут приняты самые решительные меры по противодействию коррупции. Работа органов прокуратуры Ингушетии в 2020 году строилась в строгом соответствии с приказами генерального прокурора. Вопросы противодействия коррупции находились на особом контроле прокурора республики. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.